Буквально несколько дней назад мне встретилась новость во всех практически средствах массовой информации о том, что был осужден Павел Шувалов. Кто такой Павел Шувалов? Это мужчина, 52 лет, более известный как Тулунский маньяк. Он около 20 лет убивал и насиловал женщин. А как был пойман Тулунский маньяк? Да просто местный житель опознал его по фотороботу. Вот такая простая вещь, казалось бы. И эта новость зародила в моей голове мысль, интересно, а сколько прямо сейчас на просторах нашей необъятной родины бродит серийных убийц, маньяков? Для того, чтобы поговорить об этом, мы встретились с экспертом, психиатром Василием Бейнаровичем, человеком, который уже много лет увлеченно занимается психологией серийных убийц. И Василий, надо сказать, по совместительству мой сосед, поэтому нельзя было ни поговорить, ни выпить с ним кофе. Сколько и каких маньяков сегодня не поймано в России? Три тысячи семьдесят четыре маньяка. Но когда я говорю слово маньяк, я не имею в виду, что это серийные убийцы. Есть серийные педофилы, есть просто воеристы серийные и так далее. Они разделяются на разные типы. Давай про убийц. Действующих и непойманных, которые до сих пор имеют фактор, что, скорее всего, они живы, их где-то 330. И это подтверждает и американская статистика исследований, которая проводилась в 2013 году. И так далее. Почему такая сложная классификация, и как это сложно определить? С 2013 года все сексуальные преступления, статистика по стране, закрыты. То есть СК их закрыл. С развалом Советского Союза сексуальные преступления прям росли статистически. Их напрочь закрыли. Ну, давай про пять самых известных действующих маньяков в России на сегодня. Ну, самый, конечно, главная сейчас пугалка – это Орский. Орский маньяк – мужчина, дальнобойщик, семьянин, которого все уважали. Есть огромное количество видео и фотографий, какой он прекрасный человек. Орский маньяк – так прозвали жителя Оренбургской области Валерия Андреева. Следствием было доказана его причастность к восьми убийствам женщин, совершенным с 2006 по 2013 годы. Также он подозревается в причастности к исчезновению более ста женщин. К сожалению, ему удалось скрыться. Он входит в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых МВД России и Интерполом. В начале нулевых в Оренбургской области одна за другой исчезают девушки. Обычно последний раз их видели на трассах. Одни стояли на остановках, другие ловили попутку прямо с обочины. Вскоре в окрестных лесах грибники начали находить изуродованные тела. Перед тем, как убить, всех девушек изнасиловали. Спустя пару лет следствие пришло к выводу, что это дело рук одного человека. Уголовное дело объединили и передали в областное управление СКР. Изучив материалы, следствие предположило, что маньяк – дальнобойщик. Но свидетелей не было. Летом 2012 года под Орском пропала 18-летняя Ольга Журавлева. На этот раз оперативникам повезло. Кто-то из местных вспомнил, как девушка садилась в белый внедорожник – Санг-Янг, притормозивший на остановке. В городе такой джип был лишь у двоих. Детализация звонков показала, что телефон одного из них, 55-летнего дальнобойщика Валерия Андреева, находился в том же месте, где и мобильной пропавшей девушке. Водителя пригласили на допрос. Он все отрицал. Доказательств не было. Его отпустили. В поле зрения полиции до этого не попадал. Он много ездил, но за всю жизнь получил всего несколько штрафов. На работе к нему не было никаких претензий. Внедорожник Андреева осмотрели лишь спустя несколько дней. На заднем сидении обнаружили замытые следы крови. А коллеги дальнобойщика припомнили, что порой находили в кабине его грузовика женские вещи. Подозреваемого решили задержать и допросить еще раз. Но не успели. Он сбежал. О ранних годах Андреева известно мало. Известно, что он родился 10 апреля 1957 года в поселке Щелковский Светлинского района Оренбургской области. После окончания школы освоил профессию водителя и много лет работал дальнобойщиком. Он вел законопослушный образ жизни. Не злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами. И не привлекался к уголовной ответственности. Был женат и был заботливым отцом двух сыновей. Несмотря на то, что большинство его друзей, родственников и знакомых отзывались о нем крайне положительно. В то же время ряд его коллег и сослуживцев заявляли о том, что с середины 2000-х годов Андреев испытывал проблемы с коммуникабельностью и пребывал в состоянии психического дискомфорта. По причине чего ограничил общение с коллегами и предпочитал во время дальних рейсов работать без напарников вне караванов. Исчезновение Ольги и последовавший за ним побег Андреева быстро стал темой федерального уровня. Осенью 2012-го в Орск с твердыми намерениями отыскать девушку прибыла группа экспертов. Но сделать, к сожалению, им ничего не удалось. Останки Журавлевой случайно обнаружил рабочий, ремонтировавший участок трассы Оренбург-Челябинск. На основании типирования, которое было по найденным телам, которые связали четко с ним, были классифицированы другие случаи. За долгий период там фрагменты ДНК совпали, как минимум по пяти делам. Дальше там начали уже крутить-раскручивать, и в других местах обнаружили, там совпадений ДНК нет. Но факт того, что схожесть типа, где выброшено тело, то есть очень похоже, потому что для серийного убийцы нет ничего такого неважного. То есть то, куда он идет убивать, то, куда он ведет свою жертву, или того, куда он выбросил свою жертву, это важный этап для него. Это часть его фабулы, часть его ритуала, место, куда он сможет вернуться. Если мы говорим про организованных. Орский маньяк, он подвозил либо на своем автомобиле, либо дальнобойщик, на своем фуре. То есть девушки садились, он их забивал и выбрасывал где-то. А это просто девушки были или проститутки? По-разному. То есть были на остановке, были... Я просто к тому, что девушка, которая на трассе, она может быть работает? Совершенно там разные типы были. То есть там были просто она... Ей надо было из поселка доехать до города. До города она не доехала. Не исключено, что жертв гораздо больше. Пропавших без вести в этом и соседнем регионе десятки. Андреев охотился на девушек на крупных магистралях и на небольших проселочных дорогах. Располагая к себе внешностью, солидный возраст позволяли ему войти в доверие к жертвам и играли маньяку только на руку. Попутчицы не раздумывая садились в грузовик или внедорожник добродушного и приветливого мужчины. Совершенно банальная внешность. То есть вот если мы смотрим на этот фоторобот, мы можем любого классифицировать мужчину 50-60 лет. То есть это такой грузный, плотненький дядечка, который там... Мы встречаем его три раза в день где-нибудь там на рынке, в метро, в общественном транспорте. Ленинград, Ленинградская область, Москва, Московская область, Урал, Новосибирск и так далее. Видели орского маньяка, проходил мимо, подходил к девочкам, пытался с ними познакомиться, убежал. Если есть его фотография достоверная, почему же он не пойман до сих пор? Это самый главный вот вопрос. Ну, во-первых, вот эта вся ситуация, что первый раз к нему пришли, он сказал, что нет, ничего не знаю, просто ее подвез. Дали ему два дня как бы отсрочки и он смотался. Человека, напоминающего орского маньяка, видели в Санкт-Петербурге в январе этого года. По словам очевидцев, он предлагал посторонней девочке сладости и пытался куда-то увезти. Помешала мать и ребенка. Прохожие вызвали полицию. Задержать подозреваемого не удалось. Говорить о том, что он умер или жив, мы не можем. Но на что он живет, как он зарабатывает, у него есть поддельные документы, он перебрался куда-то в Европу, он живет в какой-то сторожке и питается ягодами. То есть, как он существует так долго? Потому что сбежать и совершить побег в таком ситуации, когда тебя каждый знает, потому что о нем трубят все время. То есть, раз в месяц можно увидеть какую-то публикацию где-то в какой-нибудь там статье, в Телеграме или еще на властной ленте. «Был виден борский маньяк». Но что это? Он это? Или просто, ну, мнительность людей? Ну, лучше уж мнительность. Потому что хуже, когда пропустили. Помните, если вы увидите этого человека на улице, держитесь от него подальше. Не вступайте с ним ни в зрительный, ни в словесный контакт. Не пытайтесь совершить гражданский арест. Он может быть вооружен. Если у вас есть возможность сделать фотографии или снять видео, сделайте это. И в ту же самую минуту звоните 02 или обратитесь в ближайшее отделение полиции или к органам правопорядка. А ты отслеживаешь действия серийных убийц по России очень предметно? Ты прям следишь за тем, что, как, где происходит? У меня на компьютере хранится просто огромная папка всего, что мне присылают. То есть всех странных случаев, которые происходят в нашей стране. То есть вот недавно мне прислали поселок Козелки. Совершенно маленький, там 307 тысяч населения. За лето 18 человек пропали без вести. Ушли в лес за грибами, исчезли. Правда, в Козульке стали очень теряться часто дети. Да и взрослые, в принципе, только не знаю, почему все так бесследно. Как воду канули, как сквозь землю прошел. Насколько это достоверной информации? Ну, тебе написали о пропаже этих людей. Ты же не можешь вот на основании письма сказать, «Боже мой, да ведь там действуют серийные убийца». А вдруг человек все придумал? Каждый раз, когда мне что-то пишут, то есть у меня на канале нельзя найти ролика, то есть вот этого хайпового, что вот что-то случилось, я моментально об этом отпускаю. Потому что пока не скажут что-то СК, пока не скажут что-то местные региональные органы, мэрия и так далее, пока я не увижу этих публикаций на сайтах официальных. Новостную хронику, интервью с родственниками, которые рыдают, страдают и мучаются из-за этого, что не могут отыскать. И они все рассказывают, что это какой-то ад. 18 человек за одно лето пошли в лес и испарились. И не существует каких-то внятных заявлений со стороны властных структур. Вот, ребята, у нас тут есть проблема, давайте с ней разберемся. Четких нет. Все пытаются это замять. Тихо. Даниловский маньяк. Известный российский серийный преступник, который орудовал с 2004 по 2007 годы. Его также называют «человек с мутными глазами». Преступник так и не был пойман. Следственные органы подозревают, что он совершил 7 преступлений. Три женщины были обнаружены на заброшенной стройке в районе улицы Данилова. Именно поэтому он и получил такое прозвище. В некоторых случаях мотив его преступлений был сексуальным. В других так и остался неустановленным. У него была четкая зона, когда вот какая-то там разрушенная стройка или трасса. Шел за ними, преследовал и набрасывался. Совершал либо какой-то сексуальный акт, либо просто их закалывал ножом и выбрасывал. Его видел кто-нибудь? Есть очень совершенно расплывчатый фоторобот. Мужчина в очках. Но вот я мужчина в очках. Я делал про него ролик, и многие пишут. Автор ролика сам похож на него. В 2005 году, после обнаружения тела, полицейские стали искать свидетелей в этом районе. Они нашли их в лице учителя и учеников коррекционной школы, которые сказали, что видели мужчину, рисующего фривольные рисунки на стенах школы. Именно после их опроса и появилось то самое прозвище «Человек с мутными глазами». Свидетели запомнили странные глаза подозреваемого, а вот общий внешний вид не очень. Самое ошеломляющее преступление произошло 14 июля 2005 года. Девушка Светлана в сопровождении своей сестры и друга шли на городской пляж через пустырь на улице Данилова. Девушка остановилась у пенька, чтобы поправить ремешок на босоножке, и отстала. Ее сестра и друг отошли на полметра и услышали крик. Они побежали к ней, но она была уже бездыханна. На ее шее была рана, и кто-то снял с нее верхнюю одежду. Когда полиция начала расследование инцидента со Светланой, то в этом же месте, на территории недостроенного здания РУВД, было найдено тело Людмилы, а затем и тело Марины. Они находились в бетонной яме, сверху были свалены покрышки. При осмотре недостроенного здания было найдено настоящее логово маньяка. Стены подвала были расписаны рисунками фривольного содержания. После экспертизы тел девушек, в 2005 году к жертвам преступника было добавлено еще двое убитых. За 2004 год, 5 сентября, 22-летнюю Татьяну и 8 декабря, 17-летнюю Татьяну. Также было найдено орудие преступника. Самодельная удавка из двух палочек и троса. После инцидента со Светланой и обнаружения логова, серийный преступник затаился на два года. Он прекратил убивать? Он прекратил убивать. И те эксперты, которых я читал, которые давали заключение, следователи с долгим опытом, следователи, вышедшие на пенсию, все они рассуждают. Скорее всего, он раз очень сильно постарел, и то есть, как и у любого человека, с возрастом у нас теряется желание и возможности что-то делать. Либидо снизилось, возраст снизился. Дальше есть гипотеза, что он сел, оказался в тюрьме на какой-то продолжительный срок. В связи с этим, либо он оказался совершенно в другом регионе, либо переехал. Потому что, опять-таки, про него есть гипотеза, что он был гастролером. То есть, он приезжал в город, совершал свой акт и так далее. Будет ли он убивать еще? Боюсь, что да. Маньяк не остановится. Возможно, он сменил регион. По данным череповецких СМИ, ежегодно в Череповце пропадает 600 человек. Половину находят, а остальных нет. И возможно, что среди них есть жертвы даниловского маньяка. Студенток похищали в разные периоды. В начале сессии первокурсниц. Приходил какой-то преподаватель, говорил, сейчас я вам покажу новое расписание. Куда-то уводил, девушка растворялась. В конце июня 2000-го первой пропадает 16-летняя Юлия Тихиенкова. Просто пошла в здание института и больше ее никто не видел. Через месяц, 28 июля, пропадает абитуриентка Лилиана Вознюк. Она была иногородней и жила в общежитии. Ушла на консультацию и не вернулась. После пропажи Вознюк на территории университета усилили охрану. Опечатали неиспользуемые кабинеты. Привлекли студентов старших курсов к патрулированию территории. Если нас смотрят те люди, которые учились в Барнаульском университете, они знают, что это очень запутанное здание. Катакомбы. Не работает свет. Коридоры просто там по несколько километров. Ты идешь один в пустоте и не понимаешь кто, что, где. И вдруг открывается дверь, выходит мужчина. 1 августа Ольга Шмакова пошла узнавать результаты экзаменов и пропала. Последний раз ее видели в фойе главного корпуса. Спустя день после пропажи отец Шмаковой пришел подавать заявление в милицию о пропаже дочери. Но ему отказали. И только после огромного скандала его заявление было принято. Отец также начал свое расследование и увидел систему в пропаже девушек. И попытался сообщить об этом следствию. Но те просто отказались его слушать. 8 августа пропадает Анжела Бурдакова, 17 лет. Она отправилась в кабинет 214, чтобы написать заявление о поступлении на платное отделение. Получила бланк, вышла в коридор и пропала. Что примечательно, родители Бурдаковой сразу подняли тревогу. Но руководство города в лице главы Владимира Баварина заявило. У нас праздник города на носу. Вы что, хотите весь город на уши поднять? С этого момента был взят курс на замалчивание. Неизвестные лица начинают срывать листовки с фотографией Бурдаковой. По городу начинают распространяться слухи. Среди жителей началась паника. Казалось, что нет человека в Барнауле, который бы не слышал о загадочных исчезновениях. И тут 15 августа пропадает, успешно сдавшая вступительные экзамены, Ксения Киргизова. Отец Ксении Киргизовой оказался влиятельным бизнесменом. И после его вмешательства розыск был переквалифицирован в уголовное дело о пропаже. И дела объединяют в серию и начинают масштабные поиски. Именно тогда начали говорить про серийную убийцу. Сколько пропало девушек? По тем данным, которые имеются от 8 до 13, по неофициальным данным их может число доходить до 28. В начале сентября 2000 года, недалеко от поселка Южный, была найдена одежда Киргизовой. Одежда была разорвана. В карманах была найдена схема университета и студенческая справка. Вещи были разбросаны демонстративно, порваны по шву. Преступник совершил эти действия с одеждой уже после того, как снял ее с девушки. Записная книжка висела на ветке на высоте одного метра. Шансы найти девушку живой таяли на глазах. Но самое интересное начинается дальше. Обследуя окрестности поселка Южное, поисковики обнаружили пять свежих могил на местном кладбище. Казалось, что следствие приблизилось к разгадке тайны. Но могилы оказались пусты. Никто из местных жителей о их происхождении не знал. Складывалось такое впечатление, что маньяк играл со следствием. На этом моменте можно наблюдать некую хитрость поступков преступника и изворотливость маньяка. Следствие начинает отрабатывать версии о душевной болезни преступника или причастности его к какой-либо секте. Но этот след не привел ни к чему. Но тут происходит страшная находка. Недалеко от села Бурнаво были найдены человеческие останки. Что примечательно, место обнаружения было хорошо знакомо как местным жителям, так и правоохранительным органам. В 1998 году в этом месте, которое местные называли крысомыши, там было найдено тело неопознанной девушки. В 1999 году там же находят тело пропавшей Светланы Опориной, которая была абитуриенткой педагогического университета. Ушла в университет и пропала. Итак, останки, найденные на местности, принадлежали Анжеле Бурдаковой. Большие силы были брошены на прочесывание окрестностей Бурнаво. Было привлечено более 200 военнослужащих, которым обещали за находки улик отпуске. И в конечном итоге это сыграло свою роль. Через 6 километров стали находить женские вещи. И была найдена Ксения Киргизова. Затем находят тело Ольги Шмаковой. Последние нашли останки Юлии Техтиковой. Экспертиза не обнаружила никаких следов маньяка. К следствию были привлечены психиатры. Был составлен психологический портрет преступника. Маньяку было 35-40 лет. Имел семью и детей. Имел возможность регулярно отлучаться с места работы или места проживания без подозрений. Очевидно, что у преступника был автомобиль. А также у него был выявлен патологический фетиш к женскому белью. 27 октября задерживают торговца женского белья с местного рынка Александра Анисимова. 45 лет. У него была жена и трое детей. У него за плечами было две судимости. В 1978 году он сидел за хулиганство. А в 90-х за попытку кражи. У него был автомобиль. Его арестовали по наводке одной из абитуриенток, которым он постоянно предлагал помощь в поступлении в университет. На допросах он сознается в убийствах. Во время допросов он расскажет, что действительно представлялся девушкам преподавателем вуза, потому что именно так для него было легче завести контакт и разговор с девушками. Был задержан так называемый подозреваемый. Он выпрыгнул из окна во время следственного эксперимента, когда пошел к так называемому барыде. Но в последнее время бывшие работники СК стали, давая интервью, говорить, что у нас есть подозрение, что это был не он. Да, действительно, может быть, он пытался изнасиловать одну девушку. И не выдержав эмоциональных перетрубаций своего внутреннего, совершил самоубийство. Подожди. Если подозреваемый покончил с собой, какие основания считать, что он был не тот самый серийный убийца, которого искали? Продолжается еще убийство, продолжается пропажа девушек? Или на каком основании мы считаем, что это был не он? Продолжаются пропажи девушек, но уже не в университете, но примерно под таком уже типажу. Они же тоже учатся, серийные убийцы. Они понимают, как их ловят, где их пытаются. Он, возможно, осознав, что университет достаточно опасная территория, сейчас камер все стало больше, отслеживание, то он мог изменить тип. Дальше он мог переехать в другое совершенно место. Они прямо сейчас пропадают? Да. В Барнауле? В Барнауле есть публикации за 2014 год, 2016 год, о том, что пропали две девушки. А вот те, которые пропали в последние годы, они вот такого же типа девушки? Вот именно на сценарии можно привести пример, что да, они похожи. То есть есть схожесть, полненькие. Первокурсницы исчезли. Не нашли? Орский маньяк, Даниловский маньяк, Барнаульский, репетитор, я знаю, так его называют. Что бы ты назвал дальше? Великолугский. Мужчина подошел к детям между зоной, то есть они вышли из школы, они шли четко к дому. Он подошел в четком промежутке, где никто, почему-то из взрослых не обратил внимания на странного мужчину в очках. Детей было трогано. Опять мужчина в очках? Да, снова мужчина в очках, то есть там даже следственные органы сделали фоторобот, а потом они сделали именно отделе какого-то из их работников, вот в этот типаж с такими волосами на основании того, что люди видели вот такого мужчину. Это же может быть маскировка, то есть мы можем там взять лак, залезать в волосы и сделать там какой-нибудь хохолок, надеть эти большие очки без диоптриев, все, я снимаю очки, я делаю так, я иной. 29 января 2007 года, среди бела дня, в 13 часов, недалеко от школы номер 9, в городе Великие Луки, Псковская область, произошло резонансное похищение двух детей, Валентины и Павла, учеников 4 класса школы номер 9, которые находились в 100 метрах от родной школы. Со слов очевидцев он подошел к детям, представился режиссером, который ищет детей для роли, Валя и Павел подходили по типажу для его фильма, тем не менее, почему данные факты не помогли при розыске? Мужчина действовал спокойно и уверенно, расспросил у родителей детей, предложил поехать к ним домой, чтобы взять у родителей разрешение на съемку, детей было не двое, а трое. Третья девочка, Катя, отказалась ехать, так как у нее были другие дела, она собиралась в музыкальную школу. Действия мужчины не вызвали подозрений как у девочки, так и у потенциальных свидетелей. Они там пошли в какой-то двор, сели в машину и уехали. Все, неизвестно где дети, никаких документов, никаких писем, ничего. Дети растворились. На основании чего мы говорим, что это серия? Были еще какие-то пропавшие дети? Были попытки и видели точно такого же мужчину, который пытался совершить этот же инцидент. И его видели несколько раз на той же машине, которую описывали в ориентировках. Именно от этого начало формироваться, что есть человек, который целенаправленно пытается похищать детей. Когда это было? В 2012, кажется, 2013. Все эти инциденты происходили, то есть из самых свежайших, это только Тюменское. Вот то, что оно на слуху, потому что там очень много детей. Мой подписчик присылает мне местное тюменское СМИ 72.ру, которое описывает историю о том, что в течение 20 лет в городе с 98-го года бесследно пропадают дети. Симонова Любовь Геннадьевна, родившаяся 19 декабря 1980 года, 30 мая 1997 года, в 13 часов 55 минут, Люба вышла от подруги в поселке Утишево, из дома номер 16 на улице Школьная, в сторону дома, на улице Брусничная, дом номер 6. В итоге девочка домой так и не дошла. Расстояние от Утишево до поселка, где находился дом, примерно 3-4 километра. Местные дети так ходили всегда, пешком, без какого-либо страха. Поиски были начаты в этот же день. Вначале семья искала Любу самостоятельно, но результатов это не принесло. В 22 часа вечера мама Любы позвонила в милицию. Они проехали от дома семьи до поселка, изучили маршрут, по которому шла девочка, заглянули в каналы, сразу же отрабатывали версию похищения. Милиция ежедневно допрашивала родственников, но, по мнению родственников, особого внимания к этому делу не было. Также отрабатывалась версия, что родственники прятали девочку. Через несколько дней кто-то подбросил под ворота записку. В ней было написано «Ваша дочь жива. Положите в такое-то место тогда-то такую-то сумму». Милиция – ни слова. Было установлено, что записку подбросил сосед. На допросе он заявил, что нашел эту записку рядом с воротами. Других подробностей не было. Следствие все лето посещало семью пропавшей и спрашивало их, где они прячут девочку. Где? И до сих пор ежегодно вызывают на допросы. Букрина Анна Владимировна, рожденная 16 ноября 1988 года. Есть очень важные и пугающие факты. Анна была сводной сестрой Симонова и Люба, пропавшей в 1997 году. Анна пропала 12 февраля 2002 года. Примерно в 9 часов она вышла на улице Брусничной. Пошла в поселок Утишево. На улицу Школьная 12. На почту, которая примерно находилась в 3-4 километрах. Мама попросила Аню отправить письмо. До почты девочка дошла, отправила письмо и после этого исчезла. Говорили, что ее видели на остановке в поселке, с которого уезжают в город. Стояла вроде бы с каким-то белым пакетом, хотя она не должна была ехать в город. Ребенком она была очень скромным и боязливым. Милиция сразу взяла заявление от мамы Ани. Вызвала на допрос. Проводились розыски девочки, но безрезультатно. 24 апреля 2002 года ее безжизненную обнаруживает водитель грузовика между селом Луговое и сельхозбазой Астра. Она была без обуви, шапки, куртки, только в спортивном костюме. Экспертиза выявила, что к девочке вначале применили асфиксию руками, а затем тросами. Насильственных действий сексуального характера выявлено не было. Неизвестный закопал ее в снегу, нашли ее в 15-20 километрах от места пропажа. Девочку долгое время удерживали, не кормили, она очень сильно исхудала. Лишили жизни за пару дней до обнаружения. У девочки из-за птиц были повреждены глаза. Следствие говорило, что Аню не вывезли из Тюмени только потому, что второй случай в одной семье. Это был слишком большой резонанс. По мнению следствия, похититель или похитители пожалели семью и скинули так, чтобы ее нашли. Ее морили голодом, держали во влажном подвале. Это был сделан вывод на основании того, что какие-то плесневелые грибки сформировались на одежде. Нашли в сугробе, чистенькая, нетронутая, просто бледненькая, голодная, чуть-чуть, как родственники говорят, посидевшая от ужаса. Ну, конечно же, это катастрофа для ребенка. 12 октября 12-летняя Анна Анисимова пошла в школу и не вернулась. Даже до школы не дошла. Последний раз ее видели в 12 часов 30 минут на пересечении улиц Пролетарская и Льва Толстого, недалеко от строящегося здания. Девочка училась в 6 классе школы номер 57. В день исчезновения она пошла на урок ко второй смене. Свидетели видели рядом с Аней неизвестного мужчину полного телосложения. Рядом стояли зеленые жигули. В деле Аннисимы была возможность установить хотя бы предполагаемого подозреваемого по видеокамерам, которые были направлены на место преступления, где последний раз видели девочку. Но записи просто не успели взять вовремя, так как они стираются через определенный период времени. Аню искала милиция и волонтеры и курсанты. Были расклеены листовки о пропаже. Но никаких результатов поиски не дали. Аню так и не нашли. Где его подключают питерского эксперта по серийным преступлениям Дмитрия Кирюхина. Он нарисовал подробный портрет возможного преступника. Первое. Возраст. 40-45 лет. На самом деле это очень узкий интервал, относящийся скорее к социальному положению маньяка, а не к его внешности. Потому что на 40 можно выглядеть и в 35, особенно при лишнем весе. Вспомните рисунки плотного мужчины. Второе. Маньяк-скрытый педофил. Ну, это очевидно. Исходя из возраста жертв, имеет положительный общественный имидж. Это тоже логично. Потому что если бы он открыто приставал к детям, его бы либо уже поймали, либо проверяли в первую очередь. Третье. Ранее не судим. Это вытекает из пункта 2. Судимые изначально не имеют положительного имиджа и у окружающих всегда под подозрением. Четвертое. Семейный статус. В разводе, имеет детей, но отношения не поддерживает. Живет с женой, у которой есть ребенок возраста жертв. Его можно назвать в какой-то мере, то есть таким нашим профайлером. Хотя у нас такого термина вообще не существует. Профайлер – это тот человек, который по следам на месте преступления, либо по неким уликам в состоянии воссоздать портрет убийцы. Ну, психологически. Да, психологически. Поведенческий, психологический портрет убийцы. То есть он дает четкие описательные моменты, на что рекомендовано обратить внимание. Он приехал в первый раз и сказал, да, действительно, имеется серия. То есть он это составил на основании, потому что у этих случаев есть цикличность. Они происходят раз, вот три года идет преступление, затишье на 7-6 лет. Три преступления, затишье. И вот так пропадают дети. В основном девочки. В основном девочки, то есть мальчики тоже? Есть совершенно младенец, которого не вносят в эту группу. Но в связи с тем, что, то есть два года, украли с площадки. И есть мальчик, который пошел поиграть на площадку у школы после занятий и исчез. Но, если смотреть на фотографии этого мальчика, анатомически лицо достаточно схоже с этими девочками. И бывает, что у педофилов возникают такие моменты, ему нужна просто форма. То есть педофилы, они же разные бывают. Они гетеросексуальны, бывают гомосексуальны, а бывают асексуальны. То есть им вообще не важно. Им важно, что это юное бесполое существо. Какой тип детей пропадает в Тюмени? Пропадают в основном девочки 12-13 лет. Кого? Но там есть случаи совершенно какие-то фатальные. Когда вот дом, вот продуктовый магазин через дорогу. Девочка вышла, мама ее видела. Девочка растворилась. Подъехала какая-то машина, какой-то дяденька. Что-то сказал, она села и поехали. Поэтому там история именно такова, что есть всего лишь один фоторобот. Этот же мужчина подъезжал к одному мальчику и еще к двум девочкам. Предлагал прокатить, предлагал провести. Говорил, что знают родители. А те отказались дети, да? Те отказались. А сколько примерно детей пропало? На данное время вот то, что объединяет в серию, их 8. А скажи, пожалуйста, ты составил представление о том, кто этот убийца? Когда мы говорим про такие случаи, это либо гастролер, то есть переезжает из точки на точку, то есть ему это нужно. Связано с какими-то электрослужбами, связано с какими-то газовыми службами. То есть человек, который выполняет работу на местах и знает четко точки. Либо же это какой-то местный гражданин, опять-таки с семьей. То есть это не какой-то там социально деморализованный мужчина. Это организованный, четко понимающий, что он хочет, человек. У него есть цель. Тип вот эти маленькие девочки. Так как мы имеем два случая найденных тел, мы можем говорить, что у него нету сексуального подтекста. Его совершенно не интересует этот момент. А зачем их мучить и убивать, если это не сексуальное желание? Садистическое желание. Но садизм не всегда связан с сексом. Возможно, это имеются какие-то там глубоко религиозные ценности. То есть он что-то пытается им объяснить, там, вы грешны. Морализаторство такое. Дальше он может просто наблюдать. Ему нравится смотреть, как они медленно чахнут, как они медленно угасают, как они медленно теряют себя. Но это может быть связано с огромным количеством случаев, почему он это делал. Зачем он это делал? То есть тут может быть и что-то из детства, там, похожее. Дальше еще фактор у всех этих девочек. У большинства из этих девочек есть легкое косоглазие. То есть такой смещенный глазик. А это что? Это дети ярко выражены. Ну, всегда какой-нибудь там немного похрамывающий бедный ребенок. Или там из более бедной семьи. А если есть дефект, значит смеются в школе. Значит, она будет идти всегда отдельно от этих детей. Ее проще выцепить. Сейчас летом была достаточно громкая история убийства девочки в Тюмени. И арестовали убийцу, мужчина по фамилии Бережной. И было такое ощущение, что как будто бы ему и хотят адресовать всю эту серию с погибшими детьми в Тюмени. Ситуация в том, что действительно они пытались привязать эту историю, потому что туда согнали всех. Потому что, ну, похищение просто одного ребенка это уже катастрофа. А когда вскрывается, что там просто с 98-го, не прекращая, то есть пропадают дети с определенного типа, и начинают все это проверять. Начинают всех их искать. Так, Бережной, это и есть тюменские маньяки или нет? Нет. Он причастен к этому последнему инциденту. То есть там, вот опять-таки, СК четко это все подтвердило на генетическом материале. В городе, опять-таки, не верят в это. То есть если почитать их паблики, ВКонтакте, то все там нет. Мы не можем в это поверить. У нас так органы не работают и так далее. Но, если есть ДНК, как бы тут спорить странно. То есть нашли материалы генетические в девочке. Потому что он ее изнасиловал. Значит, есть ДНК Бережного. Да. И это четко связано с убийством Насты Муравьевой. Последней девочкой. Да. Во всех остальных случаях он ДНК не оставлял. Я имею в виду маньяк. На других девочках нет материалов ДНК, которые были две найдены только. По другим историям девочек так и не нашли. И ни вещей, ничего. Хотя бы там портфель, рюкзак распотрошенный. Фрагменты одежды. То есть ничего не нашли. То есть нет оснований считать, что он причастен к тем другим убийствам? Ну, фактически нет. И СК это как бы уже подтвердило. Они сказали, что они не обнаружили никаких, ну, на данное время. Потому что то, что сейчас, совершенно нет никаких данных, что там продолжается. Я думаю, там продолжается следствие. Но активных действий в плане введения СМИ нет. Потому что, видимо, они рыскают, они ищут. Потому что... Но там все сейчас затихло. Ты имел дело как психиатр с каким-либо живым маньяком? В Институте Сербского в период моей ординатуры проходило повторное освидетельствование Попкова. Ангарский потрошитель. Полицейский, который убивал женщину. Ему изменяла жена. И он мстил другим женщинам за это. Я с ним, как ординатор, участвовал в опросе. То есть это не было, что меня посадили, я только его убил. Я собирал документацию. То есть я с ним пару раз побеседовал. Дальше я это представлял профессорам, которые это все выдвигали на комиссию. Разбор маньяков меня стал интересовать именно потому, что у них гиперсложная патология. То есть почему они это делают, а мы с вами этого не совершаем. Это не просто какое-то желание, не просто какая-то слабость. А это сложная, сконструированная личность, у которой своя фабула, и каждая из них совершенно различна. То есть очень сложно их профилировать, разделять на какие-то типы. Сексуальные маньяки, мы можем это говорить сотни, но каждый из них у него свое. Что он хочет вырвать из этого человека, что он хочет у него забрать. Тед Банди, он хотел оставить, чтобы они были только его. То есть он даже на своих допросах говорил. И теперь она моя, когда он ее убил. То есть он увидел ее взгляд, она выдохнула ему в лицо, и он забрал ее. Это что о нем говорит? У него была глубокая травма потери женщины, у него было глубокое унижение. Тем самым он доминировал, унижал ее и заполучал ее навсегда. Теодор Банди по прозвищу «Харизматичный убийца». Орудовавший на территории США с 1974 по 1978 годы. Количество его жертв колеблется от 26 до 100 человек. Маньяк – это врожденная или приобретенная? Когда мы говорим про маньяка, это не может быть врожденная. То есть тут нет фактора того, что вот он родился, и он хочет всех душить, убивать. Есть так называемые гены в мозгу. Но они как могут активироваться, так и не могут активироваться. Активироваться они могут из-за среды. То есть вот он попал в семью алкоголиков, и оно активировалось. Также это может быть и приобретенный момент в результате психотравмы. Эдмунд Кэмпер. Мать всегда запирала его на ночь в подвал. Зачем? Потому что она боялась, что он изнасилует сестер. А были основания? Нет, просто мать видела в своем сыне отца, который их бросил. И она ненавидела и испытывала к нему глубочайшую нервность. Что выработало в Кэмпере обратную реакцию. И это все привело к конечному итоге, что он стал убивать. А потом он убил у нас. И совершил там жутчайший акт с ним. То есть отрезал ей голову и совершил половой акт с этой головой. То есть это для него была как бы высшая точка. И после этого он выгорел, он сбежал из дома и потом сдался. Потому что после этого он совершил свою главную фабулу. Через это он хотел показать матери, я тебя ненавижу, посмотри, что я достигаю. Потому что он там закапывал голову напротив ее в спальне, убитой там какой-то девушкой. То есть поэтому, когда мы говорим, что маньяками все-таки становятся или рождаются, мы не можем говорить о том, что кто-то может родиться животным. То есть когда вот у нас есть так называемый, например, детей Маугли. Они такие что ли были? Нет. Они росли в такой среде. Они становятся такими, они ищут выход своей агрессии. Ищут выход своей боли. Ну что делать нам, обычным людям? Как нам себя вести, чтобы прожить свою жизнь долго и счастливо, имея рядом 330 действующих маньяков? То, что происходит вокруг нас зачастую, это какие-то инфополы. То, что сейчас мы слышим о том, что серийных преступлений, маньяков, изнасилований, расчленений так много, мы лишь должны сказать спасибо за это СМИ. Просто они сейчас об этом говорят в большом количестве. По всем статистическим материалам всё-таки идёт снижение. То есть криминал того уровня, который там был в 20 веке, он немного был выше в плане. Сейчас технологии всё-таки, наличие каких-то моментов в интернете, то есть порнографии, это снижает. В Японии, например, снизился уровень сексуальных преступлений после легализации порнографии. Потому что она была запрещена. А, выпускают пар, где он мог стать нервами. Да, на 30% снизилось сексуальное насилие. В Японии перестали изнасилование происходить. Потому что с 70-го до 93-го в Японии начали легализовать этот процесс. А до этого это было подсудное дело со смертной казнью. Производство порнографии. И таким образом, когда мы говорим про такие вещи, конечно же, нужно быть бдительным. Ребёнку нужно объяснить. Не надо садиться к чужому дяде. Не надо заходить в подъезд с незнакомым мужчиной. Не надо контактировать и общаться с какими-то странными мужчинами в соцсетях. То есть даже если он там что-то обещает и что-то расскажет, что он друг папы-мамы, спроси, он друг? У нас есть огромное количество тотальных проблем. То есть у меня есть ролик про Эллен Ворнес. Где девочки и мальчики, я попросил в комментариях рассказать, кто сталкивался с сексуальным насилием, я указываю в ролике Кризисный Центр. Потому что Ворнес изначально была подвергнут этому. И в комментариях там просто жутчайшая история. Отчим я рассказал маме, мама не поверила. И вот так вот так мужчины, преодолевая вот этот какой-то блок наш, рассказывают тоже эти истории. Там вот недавно Стас Костюшкин рассказал эту историю о том, что его принудили к коронному сексу. И это смелость рассказать о таких историях. Ну и опять-таки это пример, что не надо в это все втягиваться. И дальше, от ребенка мы движемся дальше. Будьте бдительны в школе, будьте внимательны. Если есть возможность встретить ребенка, заберите его. Если нет, попросите там друзей пройти с ним. Дальше университет, дальше все. И на таких уровнях. То есть не надо ходить по безлюдным улицам, не надо там идти по 5 километров по просылочной дороге, не надо садиться в машину. Но это нужно объяснять по 60 раз. Это не работает по вот принципу. Вот грубо говоря, история пропадает ребенок, весь город ищет, ищет, ищет. Постепенно волонтерское движение сокращается. Из-за того, что финансирование, люди впадают в апатию. Затихло. А как бы проблема-то не ликвидирована. Ребенок пропал. И мы как бы забываем. А надо об этом все время говорить. Почему вот я запустил на своем канале рубрику «Сатисфакция 21». В ней я постоянно именно говорю о том, что нужно об этом говорить на федеральных каналах. Вот Тюмень случилась вот сейчас, все заговорили. Спасибо большое, что наконец-то заговорили. Простой спорт или какой-нибудь там стрельба из лука может очень сильно успокоить нервную систему. Потому что работают все группы мышц, можно выпустить агрессивный какой-то компонент, и за счет этого становится легче адаптироваться и выпускать. То есть не срываясь там на жену, или не срываясь на работе, не накапливая какой-то гнев. Но это мы говорим про какие-то такие простые. То есть там нарушения личностные, какие-то аспекты. То есть там не шизофрения, не биполярное эффективное расстройство, не обсессивно-компульсивное. А молоко есть у вас? К сожалению, нет. Что же делать? Я считаю, если я не влезаю, давайте сдвинем чуть-чуть, а то я если я не влезаю, я сижу как, не знаю как, как сижу. Что-то подо мной тут. Это подарок от моих друзей, клятва Гиппократа. Да, вижу, вижу. День рождения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok